Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 12 октября, традиционно рассматриваем в этот день валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые постепенно растут и есть основания считать, что это восходящее движение скорее всего продолжится. А также валютную пару доллар-иена, которая росла в последнее время, но сейчас появились признаки окончания этого движения и в скором времени может начаться снижение. Итак, евро вырос, как и ожидалось в предыдущем обзоре, правда без ретеста поддержки на 1.1698. Цена продолжила восходящее движение, остановившись на уровне 1.1788, откуда откатилась впоследствии до уровня 1.1735, где обнаружилась серьезная поддержка, подтверждением чему стал двойной тест, который удержал пару от дальнейшего снижения. После этого движение продолжилось, достигнув первую целевую зону на 1.1817, где и торгуется в настоящий момент. Вторая целевая зона на 1.1868 пока не достигнута, однако можно предположить, что это лишь вопрос времени, оснований для изменения прежнего сценария нет, поэтому ориентир на восходящий тренд пока сохраняет свою силу к новым целевым отметкам. На актуальном графике сейчас пара торгуется немного ниже уровня 1.1817, который очевидно выступает сопротивлением, что может привести к локальной коррекции с тестом поддержки на 1.1788. Подтверждением очередной фазы роста станет отбой из этой зоны, что откроет котировкам путь к очередным локальным максимумам в районе 1.1905 и 1.1931. В свою очередь снижение в область ниже разворотного уровня на 1.1735 даст сигнал на изменение приоритета с восходящего на нисходящий. Британский фонд продолжает умеренно расти по ожидаемому сценарию, однако целевых уровней он пока не достиг. Довольно много времени заняла консолидация, которая продолжалась практически всю прошедшую неделю. Цена колебалась между уровнем 1.2994, отбой от которой направил котировки в область немного ниже поддержки на 1.29914, после чего состоялся последующий возврат. Это уже дало возможность пробить сопротивление на 1.2994 и закрепиться выше. Несмотря на то, что целевые уровни не достигнуты, ориентирно восходящее движение остается, и их достижение может быть вопросом времени. Поэтому прежний сценарий остается актуальным, а при успешном закреплении нынешних своих позиций, пара определенно имеет шансы развить восходящий импульс к новым локальным мершинам. На актуальном графике на данный момент основным сигналом к развитию восходящего импульса станет закрепление выше текущего уровня на 1.2914. В этом случае цена нацелится на новые локальные максимумы с целью в районе 1.3170 и потенциальным проходом до 1.3268. В свою очередь отмена текущего сценария состоится при снижении и закреплении ниже разворотного уровня на 1.2788. Японская иена, похоже, прервала тренд на рост. По ожидаемому сценарию пара не пошла, остановившись на уровне 105.99, а который пропустил ее выше. Очевидно, на этом уровне расположено сильное сопротивление, поскольку цена довольно плотно протестировала его, от которой впоследствии и отбилась, начав последующие снижения. Такое поведение пары вызывает большие сомнения в ее способности продолжить рост, так как котировки снова опустились в область предыдущей зоны консолидации. К тому же заметна сила продавцов. Несмотря на то, что нарушения ключевых уровней еще не было, можно предположить, что ориентир может измениться с восходящего на нисходящее. Ну а на актуальном графике подтверждением начала снижения станет возможный ретест сопротивления на 105.73, который графически сформирует заходную формацию. Последующий отбой от этого уровня даст шанс продавцам нацелиться к нижней границе последней консолидации в районе 105.06, а при его проходе движение может продолжиться в область уровня 104.39. Отмена сценария состоится при росте выше разворотного уровня, расположенного на 105.99. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok